Появится ли в Ненецком округе железная дорога, когда построят морской порт в Индиге и какие еще приоритеты ставит перед собой регион? Об этом говорили в Совете Федерации. Там завершились дни Ненецкого округа. Регион впервые за свою историю был масштабно представлен в Верхней Палате Российского Парламента. Делегацию арктического субъекта возглавили губернатор Игорь Кошин и председатель собрания депутатов Антолий Мяндин. В состав делегации вошла и наша съемочная группа. В режиме нон-стоп именно так проходили дни Ненецкого округа в Совете. Представители органов власти НАО приняли участие в расширенных заседаниях сразу трех комитетов Совета Федерации. Комитета по экономической политике, Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также Комитета по социальной политике. Темы заседаний – перспективы инфраструктурного развития НАО, особенности развития региона в условиях Крайнего Севера и новые технологии организации оказания медпомощи гражданам, проживающим в условиях Крайнего Севера. С докладом по этой теме выступил Андрей Апицын. Я докладывал о развитии выездных форм работы, которые реализуются на территории Машиного округа. В принципе, у нас есть чем рассказать по выездным формам работы на территории округа. Используем различные виды выездных форм, это индивидальные выезды специалистов, населенные пункты, выезды в составе бригад, выезды зубоврачебной бригады, зубопротезной бригады, стоматологической полиплиники и, конечно же, флорографический медицинский отдел. Также рассказал и про проект медико-социальный красный чум. Но качество и уровень жизни зависят напрямую от развитой инфраструктуры. Об этом не раз заявляли представители делегации Нинецкого округа и в ходе заседаний, и в ходе рабочих встреч. Окончательно убедить в необходимости строительства дороги и других важных объектов помогла экспозиция в фойе Совета Федерации. На нем представили все приоритетные проекты региона, а также рассказали о культуре и традициях Нинецкого округа. Мы руководствовались тем, что хотим представить округ в самом лучшем виде, потом пообщавшись со своими коллегами, замами, приняли решение, какие темы хотим обсудить, самые актуальные темы здесь представлены, может быть, это актуальность, и повлиять за собой вот эту концепцию, которую мы сейчас наблюдаем. Кстати, экспозицию оценила она отлично и Валентина Матвиенко. Сначала председатель Совета Федерации встретилась с губернатором Игорем Кошиным, где они обсудили приоритетные направления развития региона, после чего отправились на обход экспозиции. И уже на следующий день на заседание Совета Валентина Матвиенко заявила, что нужно обязательно помогать Нинецкому округу. К сожалению, нельзя не подчеркнуть, что серьезным тормозом для развития региона остается инфраструктурное ограничение в первую очередь в дорожной транспортной сфере. И в ходе обсуждения наших комитетов сегодня на нашей встрече мы знаем, что руководство региона подготовил целый комплекс мер, направленный на модернизацию травм, на энергетической инфраструктуре. Понятно, что одному с этим не справиться. Я прошу ходу комитета Совета Федерации показать поддержку в том, чтобы эти инициативы были внимательно рассмотрены правительством России. Также в рамках дней Нинецкого округа в Сапфиде прошел дружеский футбольный матч. На поле в Ложняках друг против друга вышли команды Совета Федерации и Нинецкого округа. Наши футболисты уступили хозяевам со счетом 2-0, но в этой встрече победа не главная. Здесь на поле проявляется характер каждого человека. И будь то он парламентарий, будь то он сотрудник аппарата, здесь раскрываются все человеческие качества, на что ты способен. И просто сидеть за рабочим столом, решать какие-то важные государственные проблемы, но и бегать на футбольном поле. Это коллективная игра. Развитие Арктики тоже, кстати, вещь коллективная. Это подчеркнул в ходе пресс-конференции губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин. Я считаю, что мы не должны конкурировать. Мы должны вместе, совместно с Федерацией, создать единую программу развития Арктики. И сегодня, когда мы пришли в Сред-Федерацию с вопросом о том, что мы считаем, что в этот делок должен появиться новый двухководный морской плод, я в качестве примера. Он нужен, прежде всего, даже не мне. Он нужен нашей стране, потому что он позволит получить экономический рывок с одной стороны. Он позволит переваливать дополнительную добытную дуни с территории с другой стороны, сжиженный природный газ. В перспективе перевалку генеральных грузов. И самое важное, это какой-то морской плод, который не зависит от других государств. Итог. Курс взят на развитие. В планах возобновления строительства уже набившей оскоминную дороги Наринма-Русинск, модернизации аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы, строительства порта в Индике и проведения туда железной дороги от Сосногорска. Ну и, конечно, продолжать сотрудничество с недропользователями, ведь Нинецкий округ в кладезь углеводородов. Объем извлекаемых запасов нефти более миллиарда тонн, запасы свободного газа почти 520 миллиардов кубометров. И это еще без учета неразведанных месторождений. Да, нужна дорога, да, нужен новый морпорт и новые вертолеты, да, вложения не маленькие. Но при федеральной поддержке Нинецкий округ может дать стране еще больше. Арктика сурова, но благодарна. Алина Волучейская, Александр Артуркин, телеканал «Север», Москва.